Дорогие друзья, вышел курс. Если у вас Windows, как начать работать с Linux, установить Linux, не создавая помех для Windows. Вообще, это сайт школы по Kotlin. И так как мы собираемся заниматься профессиональной разработкой мобильных приложений, потом затрагивать блокчейн, технологию, то, конечно же, надо работать с Linux. Хотя в школе с теми средами разработки, которыми мы работаем, IntelliJ IDEA, то есть для Kotlin, PyCharm, они все работают, конечно, и на Windows. Я просто, ребят, говорю, что начинайте посматривать в сторону Linux. Вот цель данного курса, он бесплатный. Я не ставил перед собой задачу научить вас работать на Linux. Я ставил задачу первое, как правильно установить Linux, если у вас установлена винда, чтобы при этом не повредить винду, и даже возможности не было. И дальше рассказал, какие действия стоит предпринять, если вы совсем новичок в Linux, в каком направлении двигаться. То есть курс поможет сориентироваться новичку, человеку, который хочет быть разработчиком в полной мере, то есть разрабатывать как на Windows, так и на Linux, но предпочтительно на Linux. Значит, вот об этом этот курс. Посмотрите, здесь аж 15 уроков при помощи Control и Plus можно увеличить, уменьшить. Также я порекомендовал для тех, у кого Windows, с какой системы начать, и как и почему. Какие утилиты сразу установить, чтобы можно было восстанавливать. В общем, что делать, чтобы не запороть винду при помощи Grab, файл загрузки Linux. В общем, такие вот основные моменты. Дал направление на сайты, дал направление вообще, что набирать в поисковике, чтобы настроить Linux. Очень много материала, но просто этот курс поможет быстро начать, легко работать в Linux, и в итоге вы будете работать и в Windows, и в Linux. Linux вам будет приносить удовольствие. Разработчик должен работать на Linux. Хотя, как я повторяю, в школе начинающие программисты, конечно же могут работать и на Windows, но я говорю потихонечку, посматривайте в сторону Linux. Значит, если вы видео смотрите на каком-то, ну, на другом сайте или на YouTube, то в любом случае в описании видео на YouTube есть ссылка на вообще быстрый старт. Быстрый старт, это старт по языку Kotlin. Сайт kotlin.lang.spb-tut.ru Нажать быстрый старт. Мы здесь составляем план, устанавливаем среду разработки, будем еще, конечно же, далее устанавливать еще Android Studio, то есть разработка приложений под Android. И я думаю, в теме будет и этот курс. Все. С вами Валерий Бовсуновский. Спасибо. Успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...